Квартирник порадовал собравшихся подростков домашней атмосферой с теплыми пледами и чаем с печеньем. В такой обстановке знакомиться куда проще. Ребята провели несколько игр, поднявших настроение всем собравшимся. Всего на встречу прибыли около 40 человек со всего района. Здесь люди из разных школ, мы можем познакомиться, повеселиться, отдохнуть, ну и поделиться разным опытом. Я уже бывал на подобных слетах, там мы проводили разные интересные программы, делились опытом, забрали детей из других школ и развивали их в своих школах. Поэтому эти слеты должны проводиться, чтобы мы развивались, отдыхали. Эта встреча для старшеклассников уже не первая и встречаться вместе им хочется все чаще. Рады встречам со сверстниками и ребятами из сельских школ, находящихся в отдалении от районного центра. Я здесь не первый раз, я уже получается с ноября участвую в этом движении и меня Людмила Николаевна приглашает. Я решила девочек, подружек своих тоже задействовать в этом мероприятии. Квартирник состоялся в рамках проекта «Навигаторы детства», посвященного патриотическому воспитанию подростков. Помимо развлекательной составляющей, встречи несла и профориентационную. Старшеклассников познакомились с принимающей стороной, гуманитарно-педагогическим колледжем, чьими студентами, возможно, скоро станут некоторые из пришедших на квартирник. Наш Великой Стюрский педагогический колледж – это, конечно, кладезь воспитательных методик. И нам захотелось, чтобы и они посмотрели на наших активистов, и мы, чтобы могли черпать из этой кладовой много того ценного, интересного, что уже накоплено за предыдущие годы. Студенты и преподаватели педагогического колледжа порадовали своих гостей представлением кукольного театра и дали несколько уроков по тренировке речи и моторики. Несколько песен для гостей исполнила группа «Цветы жизни». Елена Павлова, Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север». Елена Павлова, Максим Тятов, Максим Тятов, Вячеслав Голики, «Цветы жизни» Елена Павлова, Максим Тятов, Вячеслав Голик, Максим Тятов, Вячеслав Голики. Продолжение следует...